Сегодня в селе Роги Дубасарского района меняли крышу на главной местной достопримечательности. Во время дождей едва не затопило дом, который использовали как декорации для фильма «Молоко птицы». Продолжит Владимир Хорошилов. Ландшафт в Рогах такой, что здесь впору организовывать фестивали, исторические реконструкции и даже снимать кино. Кстати, у села Роги уже был кинодебют. Здесь снимали картину молодого режиссера из Террасполя Евгения Марьяна «Молоко птицы». Вот дом, где все происходило. Для создания новых объектов в селе Роги команде декораторов понадобилось полтора месяца. Сейчас это самый популярный дом в селе. С Каменьки, с Рыбницы, с Террасполя, с Бендер, с Днестровска, с Григориополя. Мы уже сами не верится, что у нас им понравилось лично именно вот это место. По сути, это не дом, а бутафория. Он построен из гипсокартона и досок. Внутри сделали дом-музей. Сейчас там, кстати, большие проблемы. Местная достопримечательность оказалась под угрозой. Мы находимся где в фильме. Тут была как столовая. И мы тут тоже создали вот этот вид. Но, к сожалению, у нас течет вот потолок на веранде. Вот видно, можете сами увидеть. Небо, видно небо. Небо, да. И мы искали спонсоров. И вот мы нашли Олега Марковича Баева, который он помог приобрести 30 листов шифера, чтобы смогли вот именно вот эту веранду прикрыть. Говорим спасибо, потому что вот уже осень и дожди начинают. Также одна из главных достопримечательностей села – это местная церковь. Роговчане ее строили всем миром в 2000 году. Большую помощь в строительстве оказал депутат Олег Баев. Сидели за столиком и подходит, ну, какие-то люди там подходят. И вместе с ними Олег Маркович. Мы его тогда еще не знали, Олег Маркович. Вот мне рассказали, что вы все лет тут строите церковь. Кто вам помогает? Я говорю, да никто нам не помогает. Собственно говоря, мы просто решили так, чтобы сделать маленький такой домик, чтобы людям было ходить куда молиться. Тут стройка шла, а мы думали о колоколах. Он такой, говорит, постараюсь чем-то помочь. Прошло пару недель, начали поступать материалы, потом он бригаду предоставил. И уже с нашими силами, плюс, конечно, с его помощью, это естественно, что без его помощи так не обошлось, естественно. И понемножку, понемножку ужасно. Я работал там у Баева, на Квинте. И ребята там много села работали. И мы вместе собрались и строили. Построили. Он дал нам помощь. Спасибо. Храм возвели на том же месте, где более ста лет назад появилась церковь. Тогда ее построили на деньги прихожан. В годы советской власти церковь пострадала от гонений. Сейчас она восстановлена в прежних размерах. И из того же камня, из которого строилась первоначально. В 2001 году церковь вновь открыли. Рядом на территории памятник бойцам Великой Отечественной, мемориал 92-го года и Старый Алтарь. Сегодня в Рогах живут 800 сельчан. За последние несколько лет прекратился отток населения. Многие работают в Дубоссарском районе. Большинство на дайбанском производстве завода «Квинт». На следующей неделе одному из самых больших сел района исполнится 252 года. Владимир Хорошилов, Леонид Мостак, ТСВ.